денис приветствую тебя привет всем очередной эфир соответственно как и всегда обсуждаем рынки технику фундаментальный фон для наших подписчиков подсказываем как действовать в моменте с учетом так быстро меняющегося настолько быстро меняющегося новостного фона прошлой недели мы с тобой говорили что на повестке был очень важный фундаментальный триггер это данные по инфляции которые спровоцировали безумно волатильность и к сожалению для меня также как и для всех покупателей доллара а этот отчет стал фактором его такого значительного балла и практически все что старательно так набирали плане просто последние месяцы все это было нейтрализовано нивелировано несколькими дневными свечка в результате чего индекс доллара вот сейчас провалился в район ста шести с небольшим пунктом давайте демонстрация кранами как раз индекс доллара открыт сегодня если ты не против можно посмотреть индекс доллара можно посмотреть европейскую валюту золото индекс доллара это так как общий индикатив рынка периодически мы обращаем внимание на него евро доллара разумеется это зеркальная динамика поэтому друзья анализ индекса доллара это все равно что анализа пары евро долларов и учитывая что я делаю акцент на фундаментальный фон можно еще обратить внимание на британскую валюту потому что сегодня день икс фонта потому что сегодня новоиспеченное правительство реше сумка должно будет представить бюджетный план который так широко ожидается общественностью и непонятно еще какую реакцию мы в итоге сможем увидеть возвращаясь к индексу доллара буквально пару слов потому что именно обвал доллара и стал причиной хим повышенного спроса на риск инструмента который мы наблюдали накануне хочу отметить друзья то что если вы исходите из долгосрочных ожиданий то в принципе должны по-прежнему понимать что американский регулятор все-таки еще склонен к тому чтобы дальше проводить политику ужесточения монетарного режима то есть даже после выхода последнего отчета по инфляции вопрос повышения ставок он не закрыт то есть фрс не включил заднюю и не решил и не объявил что он например даже возьмет паузу либо притормозит с дальнейшим повышением ставки но по-прежнему ждем что в декабре ставка будет повышена 50 байсных пунктов и после этого еще во феврале и марте могут быть аналогичные решения но правда там на 25 байсных пунктов на каждом заседании это все равно уведет ключевую процентную ставку выше 5 процентов и долгосрочно я бы пока что не стал бы ставить крест на перспективах роста доллара потому что нужно получить больше подтверждений того что индекс потребительских цен замедляется в сша системно для того чтобы получить больше подтверждений нужно делать выводы на основании статистики не только за один месяц а как минимум за два три месяца то есть нужно подождать последний и уже после этого решать я думаю что следующий отчет который по инфляции выйдет до заседания американского регулятора в декабре он уже будет таким основополагающим для принятия решения как торговать американской валюты уже 2023 году но я сторонник того что все-таки такого резкого снижения базовой инфляции мы уже не увидим в ноябре соответственно когда эти цифры будут опубликованы в декабре и на этом фоне я пока что все таки даже вопреки многим комментариям которые я вижу что можно уже развернуться по индексу доллара я пока что этого делать не собираю сейчас котировки 106 пунктов я думаю что до декабрьского выхода данных по инфляции за ноябрь мы будем наблюдать за коридором по индексу доллара где-то 105 107 пунктов в этом коридоре будем держаться до появления вот как раз следующего мощного фундаментального триггера либо самого релиза по инфляции либо заседание американского регулятора что касается европейской валюты чуть-чуть я обжегся именно на ожиданиях того что евро окажется под давлением под ударом сейчас котировки 104 и ты знаешь я бы пока что даже воздержался каких-то новых позиций по европейской валюте потому что с одной стороны мне не хочется покупать евро потому что на мой взгляд очевидны экономические риски которые остались точно такими же как и раньше еврозоны и статистика это действительно подтверждает которая выходит по странам европейского союза от активности промышленности секторе до там сферы услуг темпа экономического роста риски роста повышения инфляции энергетических кризиса но из-за того что доллар сейчас в фазе консолидации у меня пока нету какого-то интересного уровня который можно было бы подсветить и действовать уже по паре евро доллар потому что я все-таки больше привык проводить сделки с прицелом на средний тире долгосрок а как косрочно знаешь вот болтаться в каком-то коридоре не хочется поэтому я пока вне сделать по европейской валюте что касается золота вот здесь на мой взгляд очень хороший восходящий выраженный тренд который будет дальше набирать обороты и соответственно ближайшая цель на мой взгляд по золоту 1800 долларов за тройскую функцию золото очень неплохо дисконтировала в качестве преимущества для себя вот эти растущие геополитические риски и прекрасно воспользовалась слабостью американского доллара последний отчет по комиссии торговли товарными фьючерсами показывает что начал меняться уже баланс покупателей продавцов соответственно мы видим закрытие коротких позиций набор длинных позиций это со стороны институционалов это как правило предвестник того что золото впоследствии может реализовать потенциал долгосрочной восходящей динамики и по золоту я еще обращаю внимание на индекс рыночных настроений это уже действие не институционалов а обычных ритейл трейдеров сейчас это индекс настроение кайма большинство трейдеров по-прежнему золото шортит и мы видим то что золото идет против толпы пока ситуация не изменится думаю что и не стоит даже рассматривать даже на контакт срока эти коротких позиций моя субъективная цель это движение выше 1800 к уровню 1810 но как бы наверное самый рьяный покупатель во мне говорит что золото уже уместно держать до уровня 1850 долларов за тройскую и пару слов буквально про фунт потому что сегодня как я отметил в начале своего выступления очень сильно могут измениться настроение отношения британской валюты потому что сегодня презентуют бюджетный план на ближайший год цель которого покрыть образовавшийся дефицит 50 миллиардов фунтов я на своих брифинках уже рассказывал что правительству придется анонсировать сокращение государственных расходов и значительно увеличение налогов и на мой взгляд реакция будет негативной и также еще с прошлых торговых сессий тянется а фон негативный виде плохих данных по рынку труда и зашкаливающая инфляция которая вчера обновила максимум с 1982 года то что сейчас фунт претендует даже на пробой отметки 120 это на мой взгляд чрезмерный даже чрезмерная реакция на совершенно не располагающую к росту фундаментальные данные скорее всего продавцам придется скоро обломаться как следует может быть это произойдет там по мере теста сопротивления 120 но я допускаю что если прям с текущих уровней фонд обвалится я этому не грамм не удивлюсь потому что считаю что с точки зрения фундаментального фона фонд уже давно а пора опустить там в район отметки 1 15 и 1 17 поэтому это как бы ближайшие среднесрочные целевые ориентиры денис но у тебя подключаюсь отлично значит меня уже видно по поводу значит тех инструментов которые сегодня вот разобрал смотри я на самом деле согласен и единственно только немножко конкретизирую вот по техническим уровням по зонам то есть какие реальные цели почему именно там находится цели но и плюс там дальнейшей перспективы значит по поводу начнем пожалуй с евро по поводу евро сейчас она находится в принципе может почти всю неделю находится в зоне очень сильного сопротивления здесь сопротивление максимально сильное она по сразу нескольким фактором вписывается во первых здесь и маржинальные зоны во вторых здесь опционные барьеры находятся здесь блочные спредовые конструкции в районе 104 30 104 50 также была попытка вот пробраться вверх то есть это ложный пробой заход дополнительной ликвидности и затем вот начало цикла снижения поэтому я лично думаю что движение вниз скажем ближайшей перспективе очень даже возможно по евро здесь вот есть очень хороший такой красивый опционный барьер в районе 10050 и плюс также рядышком еще и вот локальный уровень я лично у себя то их поставил на 101 то есть если все пойдет по плану так как ожидают то здесь очень хороший потенциал то есть моем случае это получается 350 пунктов можно как раз взять чисто до ближайшей цели сейчас конечно же фаза накопления формируется но каких-либо серьезных фьючерсных объемов пока что к сожалению то есть сейчас рынок немножко так вот утих это в принципе нормально потом начнет активно просыпаться где-то вот в середине декабря то есть сейчас месяц будет таких относительно невысоких объемов но при этом достаточно амплитудных движений вот значит одна из конструкций кстати который опционно говорил она вот как расчетка даже 104 35 начинается то есть здесь цена уже побывала ложный пробой сделал закрепление вниз и снова ретест этого же уровня вот прям четко пункт в пункт произошло вот поэтому здесь но я другой вариант просто не вижу коррекционное снижение потом уже только потом скорее всего мы увидим новый рост где в том что по среднесрочным целям вверху 106 50 вот прям как магнит есть такой очень сильный уровень я не думаю что туда пойдут прям с текущей хотя конечно ничего не исключаю потому что во время нашего прошлого включения в четверг вот сам видишь как как произошел резкий импульс вверх я честно тоже не ждал что пойдут так далеко думал ну там максимум дойдут но 102 и все а вон как бывает почти 0 5 дошли там чуть-чуть оставалось вот поэтому не буду зарекаться но в целом дальнейшем вот исходя из той структуры которые сейчас вижу туда действительно очень возможно что пойдут где-то вот в эти районы как раз добивать это то что касается евро но пока коррекция вниз по поводу фунта здесь во первых цена подошла вот к самой ближайшей зоне поддержки это зона покупателей у нас от нее же отскочила формирует отскок вверх и здесь самое интересное как будут проходить ретест я лично думаю что где-то в район вот один двадцать с половиной или один двадцать один цена может дойти где-то в эту область причем потому что здесь у нас с нотки и опционы очень крупной проторговки здесь есть причем в текущем месячном контракте который 9 декабря экспирируется то есть время еще есть и маржиналка вот она чуть ниже у нас тоже цена и увидела и поэтому если там делают ложный пробой вверх и возврату это будет очень классическая структура в целом я ожидаю что примерно вот в эту область как раз могут откорректироваться значит это район один в общем один 15 будем немножко округлять это районы один 15 и потенциал реально очень классные здесь четко у нас есть корреляция как раз евро не очень красиво в этом плане совпадает единственное по фунту да сегодня как раз важной новости я все-таки склоняюсь к вариант что попытаются немножко выше вот сюда пробиться но это было бы логично во всяком случае так что касается индекса доллара если уже в связке говорит то по индексу бакса на открытом канале тоже публиковал вот этот вот график этот анализ то есть цена подошла ударилась как раз вот зону вращения то есть это тот диапазон который цена видит с обеих сторон и также дополнительно вот еще у нас был сформирован уже давным-давно это локальный уровень поддержки цена его практически увидела с маленькой погрешностью поэтому я думаю что от этой зоны нас все-таки ждет хотя бы локальный разворот вверх то есть куда именно то я целюсь вот к этим экстремумом то есть это в район примерно 110 потом уже конечно немножко под вопросом дальнейший рост потому что все-таки движение вниз перекрытие вниз получилось весьма сильными поэтому там дальше могут и вот такой сценарий сделать то есть что мы уже не увидим новых максимумов потому что фактически пустое поле новая на торговка и есть реально достаточно большая вероятность так и что касается золото по золоту небольшая двоякость есть я ожидаю при любом раскладе движения вниз абсолютно при любом но здесь пока не совсем понятно то есть как буду тестировать самую ближайшую зону потому что есть вероятность как от ближайшей зоны отскочить так и от более дальней поэтому здесь вот с момента как проводил вебинар еще в понедельник ничего абсолютно не менялось то есть движение вниз на коррекцию нас в приоритете потом скорее всего мы увидим новый цикл роста сейчас вот потихонечку уже начинают объем заходить на новый февральский контракт и вот этот момент мне чем смущает что нормально не дали перекрытие вниз в идеале для того чтобы здесь работали грамотные продажи нужно было что цена где-то в район на 1755 где-нибудь здесь зафиксировалась и потом уже с коррекцией мы могли вообще абсолютно задумываясь на 1770 продавать то есть это было бы очень классическая структура но здесь закрепление не дали вот этот момент мне очень сильно смущает но еще раз говорю вполне возможно что попытаются и из ближайшие зоны развернуть в общем как ни крутись при любом раскладе все равно что коррекционное движение вниз то есть если все то что мы сегодня разобрались все это сгруппировать вместе получается что основной виновник у нас всегда это индекс доллара если он пойдет в коррекционный краткосрочный откат вверх то следовательно за собой потянет вниз и золото и фунт ну и конечно же евро поэтому я жду понял денис спасибо тебе за рекомендации за точку зрения ждем на самом деле мы все развязки по доллару честно говоря еще раз слишком крутовато его вниз прокинули и это отмечают все потому что индекс доллар обычно довольно консервативный инструмент но буквально 5 процентов за пару торговых сессий перебор и какая-то справедливость должна быть восторжество восторжествовать соответственно для покупателей чтобы они чуть-чуть хотя бы пришли в себя чтобы индекс доллара ну дал хотя бы опять же полтора-два процента вверх и там как я уже отметил будет солидироваться вплоть до выхода данных по инфляции до заседания федрезерва в декабре но по остальным активам тоже подсветили друзья все денис спасибо что наше время давай следить за развитием событий через недельку снова обсудим как и что если будет причина если будет необходимость скорректируем опять же наш с тобой ожидание спасибо тебе и до скорых встреч спасибо тебе тоже хорошей недельки и до скорых встреч всем пока пока пока